Ациноникс или гигантский гепард это одно из 10 животных, за которые ты можешь прямо сейчас проголосовать и возможно оно появится в арк. Ссылка на голосование в описании. Ациноникс основан на реальном гигантском гепарде ледникового периода. Идея здесь заключается в быстром ездовом животном с высоким уровнем ближнего боя и низким уровнем здоровья, с парой уникальных способностей, которые сделают игру увлекательней. Обратите внимание на метод приручения. Приручение нокаутом приведет к меньшей эффективности приручения, чем приручение кнутом. Ациноникс это еще один обитатель ковчега, которого я бы отнес к раннему плейстоцену. Любой любитель сафари сразу узнает гепарда. У Ациноникс более толстый мех, чем у современного Ациноникса, также более выраженная мышца ног. Это охотник, не имеющий себе равных по скорости на борту арка, способный даже при случае поймать галемима. Это одиночные хищники из засады, и они часто будут ждать неподвижные и хорошо замаскированные среди изобилия флоры арка, пока потенциальная жертва не подойдет слишком близко. В этот момент они быстро разгоняются до полной скорости и начинают погоню, хотя погони обычно длятся недолго. Если Ацинониксу удается поразить противника, его высокая скорость часто заставляет более мелкие цели спотыкаться, замедляя их на несколько секунд и в случае людей заставляя их ронять все, что они несут в руках. Это, кстати, прикольная особенность. Бьешься кое-чего, который убегает, винтовку свою роняет, забираешь ее. В то время как Ациноникс можно приучить с помощью традиционных методов нокаута. Их высокий метаболизм и большая скорость бега могут затруднить это, поскольку они быстро восстанавливают оглушение и их почти невозможно поймать, если они убегут. Практичнее и эффективнее приучать Ациноникса без применения транквилизаторов. Дикого Ациноникса можно остановить во время атаки с помощью кнута, после чего потенциальный укоротитель может медленно приблизиться и накормить существо. Хотя сначала он будет отступать, через несколько кормлений он станет верным компаньоном. Однако будьте осторожны, так как использование кнута, когда он не заряжается, наверняка разозлит его до точки атаки. Там, видимо, какой-то кулдаун между кормлением будет. Наверное, это имеется ввиду. А домашненный. Многие племена считают Ациноникса следующим логическим шагом к приучению после Алимима. Ой, ну да, ну да, ну да, кто вообще приучает Алимима? Почти такой же быстрый, с гораздо большей способностью защищаться от атак, это отличный выбор для исследователя-одиночки, который не хочет жертвовать силой ради скорости. Некоторые, однако, считают, что его хрупкость по сравнению с издовым животным такого же размера, таким как лютоволки, не компенсирует своей высокой скоростью и выносливостью, а также способностью перевозить только одного пассажира из трех на Алимиме. Скорость Ацинониксов сама по себе является бесценным достоянием, но если их приручить, их можно научить бегать еще быстрее. Предполагая, что запас выносливости существа достаточен, они могут на короткий период увеличить скорость до 50% быстрее, чем их обычная скорость бега, хотя это очень быстро источит их выносливость. Это позволяет наездник пользоваться способной спотыкаться и обезоруживать врага, которую дикий Ациноникс использует во время охоты. Как и современные гепарды, Ациноникс сохраняет способность быстро поворачиваться на высокой скорости, вращая хвостом. Делая это с прирученным Ацинониксом, пользователь может почти мгновенно совершить резкие прямые и даже полные развороты, заставляя врасплох любые преследующие стороны и, конечно же, откладывая их прицеливание. Короче, дрифт в арке, добро пожаловать. Я могу сказать просто, нелетающая живка по-любому не сломает арк, поэтому можете голосовать за любое животное, которое не летает, эта живка, ну, прикольная, супербыстрая, но я лично бы не голосовал. Я уже сделал все видосы по всем 10 живкам, за которых вы можете проголосовать. Голосование завтра заканчивается, завтра уже последний день, поэтому советую посмотреть все 10 видео, которые я выпустил за эти несколько дней и выбрать живку, за которую ты реально хочешь, чтобы она появилась в арке. А у меня все на сегодня, увидимся в следующем видео.